Здравствуйте, Валерий Константинович, об опылении абрикосов. Дело в чем, я отвечал Бухтиярову, но последняя вот красная фраза, как опыляются дикие абрикосы-эндемики, что будет, если они опылятся от культурных сортов. Заранее спасибо. Ну, вот тогда вот так вот раз, а на последнюю фразу не ответил. Так, я на кухню час-часно отбарабанил. Когда у меня в гостях был Курдюм, я попросил обратить внимание на следующую вещь. Вдоль культурных садов, с нормальными яблоками культурными, тут же за забором растут дикари. Но чем дальше тыгу, тем у них плоды мельче, а чем ближе к культурным садам, тем плоды больше были несколько раз. Так что, наверное, это касается не только яблок, наверное, касается абрикосов, и дикие от культурных опыляются, и культурные от диких. Вот, особый случай в мой сад, где дикари живут, они уже не дикари, они уже полукультурные, но они живут как бы, им даны одинаковые гражданские права с культурными. Вот, никто их не ущемляет, каждый живет, каждый живет как может, они занимаются сексом. Вот, у меня почему, я это самое, видели там гостевой, кто-то уже видел, я ездил в Черемушке, там живет уникальный человек, который сам не знает, как им богатство владеет. Я про него фильм снимал, у него есть, мы его зовем, пианист, он, ему 80 примерно 4-5 лет, я пытал, у него 4 уникальных абрикоса, плоды огромные, нет, не крупные, нет, очень крупные, я его пытал, абрикосом где-то лет 15-20, у меня от меня саженцы, не помню, от Филиппева не помню, а нас от всего-то трое осталось таких, вы знаете, 3 садовода, Жестовский, Филиппев и Железов, вот, который абрикос, которых нет больше вообще на территории всей России. Вот, даже наукой поступиться не может, не потому, что она не может, некому, скажем так, горько говорить, но некому. Вот, ну, я у него сегодня срезал 10 веток, заплатил за них, хоть он и так отдавал, вот, напугался, что он обрезку собрался делать, ну, как делать обрезку, вы уже догадывались, что он сделать, что он убьет деревья, ну, пытался объяснить, ну, все-таки система и система, она из людей сделала этих самых, лесорубов, так выражусь. Вот, вернулся домой, не выдержал, там еще несколько десятков веток прекрасных, убьет же от деревьев, а сорта, я их называю суперабрикосы. Вот, ну, дал объявление, сейчас соберу с нескольких, кто меня знает, деньги, и поеду к нему, договорился, потому что, ну, сами понимаете, он согласился, я выкупаю еще живых деревьев, эти самые веточки. Вот, а почему я пример привел? Это чистый сад, вот четыре дерева, да, условное название, допустим, они, ну, они сохраняют свое качество, условное название мы ему же дали, ранние пианисты, поздние пианисты, десертные пианисты, деликатесные пианисты, вот, шикарнейшие сорта, шикарнейшие деревья, там чуть теплее у меня, поэтому они каждый год плодоносят, у меня так не получается, там заморозки не так влияют. И вот, возьмем мой сад, полу-дикие, полу-культурные, диких уже нет, они оккультуриваются, они вместе с моими роскошными академиками, королевскими, растут рядом, они имеют одинаковые права. И мои культурные начали, не сильно, но слегка начали терять крупность, ну, кроме тех трех, которые на чужом выкупленном участке, уже все знают про это, вот, кроме тех, которые, ну, не испорчены этими, как бы, ну, можно назвать образно дикарями, вот, ну, и что мне осталось делать, я выкупил 10 веточек, и что, вот, освежу сорта, это значит, что я не только в это верю, но я это использую. И так, дикие культурные поляются, еще как с удовольствием поляются. Ну, потом косточку взять, ну, вот, смотрите, я специально взял две фотографии, одно дело просто болтать, другое дело все реально показать. Вот так дичало яблони, смотрите, еще раз, видели? Это на моих глазах, это соседский сад, когда сосед погиб, сад задичал, видели? Вот так оно происходит. Переходим к абрикосам. Вот так он был 12 лет назад, может быть, больше. Вот как цифровой фотоаппарат сразу купил, это уже снимок сделан нормальный. Это одна из пяти веток моего патриарха. В тот год она дала 30 ведер. Старый-старый снимок, его видели еще. Еще не было интернета, а этот снимок уже видели, читатели газет. Повторяйте, да? Обратите внимание, как выглядит это. Чисто желтые плоды были. Рядом начали плодоносить культурное. Результат. Беру их косточку, с него вырастаю. Кстати, у меня всегда прикалываюсь, да? Извините, я все время куда-нибудь меня в сторону отклонил. Страшный сон, вот этих, которые вот 90 тысяч человек, 900 тысяч человек научило убивать деревья. Страшный сон, как это? Помните ножовка, да? У-у-у-у. Почему? Для них вот это неправильный дерево. Я уже живу столько лет, я дурею, вот буквально. Они же меня идиоты делают. Я вижу с собой прекрасное полоносящее дерево. С великолепным вырожаем. Устойчивое. Плоды мелкие, да. Это же один из сыновей манчжурца. Вот. Я их так обозвал образно, сыновья манчжурца. Это, вот. Ну, что вам еще надо? Ну, зачем нужно искалечить дерево? Кто вам сказал, что если она после калечия не умрет сразу, ну, плоды будут покрупнее. Но их больше не будет, их меньше будет. Ветки-то не будет. Это придумать такое. Вот. Вот такой вариант, да? Вот. Вот такой вариант. Это тоже сейнец. Вот сейнец. Видели? Помните, сколько это я вам показывал? Там 40 или 50 этих украли этот снимок. Фирмочек всяких. Помните? Красиво, да? А они бы дают за свой. Ну, чтобы покупали, понятно. Вот. И вы думаете, что вроде будет прослеживаться красность. Ах ты, елка, кто наследил? Кто папаша? С кого элементы брать? Конечно, с Амура. И вдруг бах, стою и голову ломаю. Еще. Это же все один урожай. Это все с одного года. Ну. А посмотрите, плоды-то в два раза крупнее. А плоды, уже даже сынки текут. Согласны, что это уже чисто культурный. Он действительно сладкий. Кто его пылил? Что вот это получилось? Вот. Итак. Манчжурец, отвечая на ваш вопрос. Ну, пусть долго, пусть нудно. Но зато, кто же еще так объяснит? Вот он, который считался дикарем. Плоды несъедобные, кислятельные, если возможно. На 33-м году жизни он дал уже съедобные плоды. И красноватые. Но это показывал в фильме. Он меня теперь-то не обвинишь в том, что я это у черных покупал на рынке. Так говорили. Извините, слово черное, оно плохое слово. Это не я, это мне так говорили. А, ты на рынке у черных покупал плоды. Там, что тебе не подвешивал деревья. Вот так получилось. Вот. Один папаша, другой папаша. Ну, Мичурин бы сказал серьезнее. А может, и деда с бабой? Может быть. Только вот этот вот-то. Вот этот самый. Он ведь, извините, стойги. Ну, не он может, а его предшественник. Его, в свою очередь, родители. Бабушки, дедушки были еще страшнее. Ну, в общем, подняли меня. Я на ваши вопросы.